Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я бы хотел рассказать очередную историю, потому что иногда стоит записывать видео, чтобы вы не забывали отписываться. И эта история будет... Самоиронично! Отлично! Понимаю, понимаю! Ну я такой, о, вышел видос! О, этого чела! О, точно, я же не отписался, да? Это давнейшим случаем... Выдуманная история, которая, возможно, молчает. Мне кажется, что нужно в описании к видосам тайминги духоты укладывать, чтобы люди такие писали. Не нудёжь, а благодарность в комментариях. Да-да-да, мне что, по-твоему, заняться нехером? Это оригинал из кипа в духоту. Я жрю. То есть, всё, что мы говорим... Я жрю, мне заняться нечем, я не буду этим заниматься. Конечно, никто этим не будет заниматься. Если бы это был один видос в неделю, то да. А так их... 7,3? 21. 21 видос в неделю. ...который произошел, когда мне было только 15 лет, и я был тупой малолеткой. И так, я сегодня утром, как ни в чём не бывало, в Чилл-скейт-парке с корешами. И да, если что, мы с корешами профессиональные скейтборды, и нам это нравится. Я надеюсь, на вас профессиональные скейтбордисты катаются. Я пил энергетики и вейпил HQD. Как вдруг я вижу яжмать с личинусом, который мешает нам с братанами делать такие известные трюки, как Оли, двойные флипы и треные кремпай в шоколадницу. Ну, мы-ка... Профессионализм. Да. Ежматери вежливо подошли и попросили её вместе с сыном перестать жить. На что она отреагировала крайне негативно и начала что-то описать в своём телефоне. Ну, я, само собой, с братьями решил отойти, подумал, вдруг она сейчас допишет завещание и уйдёт вместе с сыном в мир иной. А она, оказывается, писала главному решали на районе, ну, то есть мне, на Авито, где я ей продавал свою новую БМВ. И вот она мне пишет с просьбой, мол, не мог бы ты ей отдать БМВ за просто так, ведь я имею ребёнка. Это охуенная история, о которой невозможно молчать, точно. Возможно. Но это выдуманная история, о которой возможно молчать. Да. Да, это, это, я так понимаю, тут будут собраны все эти самые охуенные истории с яжматерями. Ну да, тут история одна, перетекающая в другую. Все, которые мы так любим и которым мы всегда верим. Основанные на, основанные на реальных событиях истории, я думаю, вот так даже. Как будто она одна это делает в самом деле. И я, конечно же, такой, типа, чего? Вот, типа, ватафакинг? Ничего себе, жирная шлюха твари. А, не, мам, я не тебя зову, я ролик снимаю, всё. Сука. Ты понимаешь, кроссовер, которому заслужили компиляции этих историй? Всё хорошо, да. А, так вот, я такой, само собой, отказался отдавать свой БМВ. И вы не поверите, после того предложения она мне пишет словосочетание. И ещё после этого она мне пишет, внимание, вы сейчас не поверите. Ну, я как бы после этого уже не стал терпеть я, не в школе, а в интернете. И высказал ей всё, что о ней думаю. И вот я закрыл авито и смотрю, тот личину сломает мой новый компьютер, с которого я и сидел на авито в скейтпарке. Ну, я подхожу и убираю ребёнка от моего ПК. Как вдруг приходит я же отец и говорит, мол, отдай моему ребёнку дальше ломать свой компьютер, на который ты копил целых 5 лет всё лето. И я, само собой, предлагаю компромисс я же отцу. Типа, я дам ломать ребёнку не полностью свой компьютер, а только в рот. И я же отец мне отвечает. Типа, а я чё, после этого в дураках останусь? И я такой, нет, конечно, можно и в косынку. И вот я уже почти разложил партию, как вдруг приходит я же мать и начинает качать права. Мол, вы не будете играть в косынку и даже моему ребёнку на клык не дадите. Ну, я не знаю, как вы, но я считаю, это невидимая наглость. Я как бы в армии работал и в КФС служил. То есть, уже моё мнение весит, как все пироги, которые наготовила эта милая бабуля. Давайте её поддержим добрым словом, ведь не зря она старалась. Для любимых внуков, надеюсь, они получились вкусные, сочные и сочные. Знаешь, понимаешь, просто он как будто мою или любую дефолтную ленту ВКонтакте читает подряд. Под этот видеоряд. Ты понимаешь, надеюсь, они получились вкусные. Внуки, в пирогах. Сладенькие. И пироги тоже. И, в общем, после того, как я ж... Вкусные, сочные и сладенькие. И пироги тоже. И, в общем, после того, как я ж мать запретила нам делать из маленького ребёнка нормального скейтера, мне пришлось всё-таки уйти со скейт-площадки и рассказать это вам. Так что, всем спасибо за слушание моего рассказа. И если мы наберём 10 килограмм рублей под этим видео, то я разоблачу известного ютубера Ферамира. Потому что мне на самом деле кажется, что ему дверь никто не поджигал. Всё, всем спасибо, всем пока. История, которую мы заслужили. Это было забавно, довольно-таки. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!